Сейчас эти мальчишки и девчонки могут петь и танцевать. Но каждый из собравшихся в зале родителей знает, скольких сил и слез это стоило. Мир Алексея буквально перевернулся с ног на голову, когда четыре года назад его дочь вдруг разучилась ходить и целыми днями плакала от боли. Пока разобрались, пока все это тут дело, и нас госпитализировали, получается, в итоге. Мы где-то около года по больницам мотались, не могли выявить, что это такое. Точный диагноз ребенку смогли поставить лишь на кафедре госпитальной педиатрии из ГМУ, где трудится главный внештатный ревматолог Саратовской области Юрий Спиваковский. Ювенильный артрит – тяжелая болезнь, поражающая детей в любом возрасте. Она вызывает воспаление одного или нескольких суставов. Из-за этого малыша преследуют сильные боли. Это заболевание достаточно сложно диагностировать среди других артритов, но чем раньше оно поставлено, тем лучше прогноз в плане последующей возможности инвалидизации. На что стоит обратить внимание родителям? Если у ребенка болят суставы, если они опухшие, если у ребенка нарушается походка или нарушается движение, нарушается действие каких-то мелких суставов, иногда это суставы кистей, пальцев, стоп, голеностопных суставов, нужно просто сразу пойти на консультацию к врачу-ревматологу. 12 октября во многих странах отмечается Всемирный день борьбы с артритом. Россия не исключение. Только в Саратовской области детей с этим заболеванием более 200. Женская общественная организация «Родник» узнали о дне борьбы с артритом благодаря одной из активисток. Девушка работает в детском отделении 3-й городской больницы. Решение помочь с праздником приняли единогласно. Естественно, узнав о таком мероприятии для детей больных артритом, мы не захотели остаться в стороне и решили с своей стороны организовать яркий, красочный праздник для этих детей, ну и порадовать их вот такой мрачной осенней погодой. Песни и розы, гроши, танцы и веселые конкурсы. Несмотря на серьезный повод для встречи, все забравшиеся получили море позитивных эмоций. Но главным сюрпризом от «Родника» стало шоу мыльных пузырей. Попадая внутрь огромного радужного шара, каждый ребенок мог загадать желание. И хочется верить, что все они обязательно исполнятся.